Итак, всем привет, дамы и господа, добрый вечерчик, с вами Криптофотеев, и сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости с 24 часа, прогноз биткоина, по поводу биткоина ETF поговорим, а также мы поговорим о криптовалюте Феникс. Соответственно, что у нас по биткоин ETF, сейчас на данный момент вышла статейка недавно, 3 часа назад, о том, что биткоин ETF, скорее всего, примут после 5 ноября, и это все возникло с тем, что комиссия по ценным бумагам биржам США объявит у своей позиции по 9 биткоин ETF, которые ранее были отклонены, и это все будет после 5 ноября. Комиссия остановила эту дату в качестве крайнего срока. Соответственно, почему так будет? Потому что до этого комиссия по ценным бумагам в отношении одного из биткоин ETF, который получил 13 комментариев, из которых большинство комментариев было против одобрения, и, соответственно, комментарии эти заявляли, что рынок является манипулятивным и подверженным схемам Понзы. Цитирую пример, это BitConnect, Kraken и другие, а также схемы дампов и пампов, организованных в Telegram чатах, каналах и так далее. Также, что нужно учитывать, что один человек сказал, что комиссия по ценным бумагам очень сложно подходит к вопросу именно одобрения Bitcoin ETF, потому что пока нет как таковых данных о рынке, что при одобрении у нас все будет хорошо, да, то есть все равно институциональные инвесторы, когда зайдут на рынок, они все равно будут бояться, что рынок опять-таки будет своеобразным джунглей, да, которые непосредственно будут играть, конечно же, против институциональных инвесторов, все время будет какая-то волатильность, какие-то махинации и так далее и тому подобное. И, соответственно, что нам остается делать, это ждать еще не конец дня, еще у нас только, ну, скоро будет 8 по MSK, поэтому я считаю, что нужно еще подождать, набраться терпения, но то, что мы видим по Bitcoin, мы видим, что ланги у нас сейчас непосредственно выросли, шарты у нас снизились. Кстати, ланги не сильно выросли, поэтому здесь у нас ситуация остается неординарной. Дело в том, что, скорее всего, здесь будет флэт, здесь нельзя прогнозировать, будет ли у нас падение или рост, было бы неплохо, конечно, ланги сбрить, но тут сбривать даже и нечего практически, ну, плюс 2000 позиции, это очень смешно, поэтому я считаю, что особо здесь нету и не будет каких-то резких движений пока что. Ну, если у нас Bitcoin ETF одобрят, то они последуют и они, конечно же, пойдут на благо Bitcoin и криптовалют. Что касается, значит, Bitcoin Cash, я скинул половину Bitcoin Cash, я не вижу смысла держать его дальше, особенно в преддверии Bitcoin ETF, которые, ну, что-то у нас не стараются одобрять, не пытаются как-то сделать это быстро, что-то все время рассматривают и делают это очень долго. Также нужно заметить, что Liquid, значит, сейчас она уже одобрила листинг Gemini USD, это Stablecoin, и теперь он будет торговаться на Liquid. Что касается других новостей, то, что компания AMD, она выпустит 8 новых устройств для майнинга Биткоина и новые устройства предназначены для увеличения прибыли майнеров, предпочитающих добывать криптовалюты при помощи видеокарт. Цены на оборудование, конечно же, пока неизвестны. Также Bancor объявил о начале кроссплатформенных торгов с токенами между сетями Ethereum и EOS, и возможность легко конвертировать активы между разными блокчейнами указывает на будущее, где проекты своими токенами и пользователи могут без каких-либо проблем взаимодействовать с нужными им блокчейнами. Ну и, соответственно, в настоящий момент Bancor поддерживает целый ряд токенов стандарта RSC20, используя, собственно, токены ABNT для кроссплатформенных трансферов. Что также хочется от себя добавить по поводу Ethereum, меня спрашивали в комментариях, стоит ли его закупать. Я сегодня с утра высказывал свое мнение по поводу Ethereum. Сейчас все будет зависеть от Bitcoin ETF, и, соответственно, будут вливаться бабки в Bitcoin, у нас весь рынок автоматически пойдет вверх. Поэтому тут ванговать в отношении какой-то отдельной криптовалюты без новостей не имеет смысла. А у Ethereum на 2018 год сейчас ничего совершенно не запланировано. Все дедлайны, они стоят на 2019 год. Соответственно, если у вас чешутся руки, лучше подождите, лучше посмотрите, как рынок отреагирует на ETF, как он отреагирует на BACT, даже если они будут перенесены. И, соответственно, только потом принимайте решение, заходите. Не заходите частями, не делайте это по-глупому, на всю котлету, только потому, что я вам якобы сказал, что Ethereum в 2019 году будет бум. Просто вы сейчас купите, например, по 210, а Ethereum пойдет на 150, и опять кто-то будет виноватым. Поэтому думайте наперед, устанавливайте себе дедлайн, смотрите за событиями главными по отношению к биткоину, потому что биткоин батя, ну и, соответственно, присматривайте за Ethereum. Что также хочется сказать, что если мы будем перетекать плавно к Ripple и к монете Phoenix, это монета тоже, про которую меня спрашивали, я вам могу подыскать альтернативу, то, что есть такая монета, у нее не будет ICO, рассказать вам об этой монете. То, например, если мы будем разбирать Ripple, да, и, соответственно, санкции в мире, SWIFT, и что Ripple не решает проблемы, а он по большому счету будет усугублять, то в итоге придет, конечно же, на это место криптовалюта Phoenix. То есть названа тем более наиболее разочаровавшая инвесторов криптовалюта, это Ripple. И, соответственно, если мы будем говорить о санкциях, то США намерены вообще отключить Иран от межбанковской системы перевода в SWIFT. Это очень сильно чревато тем, что Иран просто, ну, как, по сути, не будет развиваться, там не будет SWIFT, и тем более, если еще и Россию отключат от SWIFT, вы понимаете, что это вообще будет? Это будет просто жопа, и по отношению, конечно, к Ripple, как, типа, криптовалюта, которая заменит непосредственно SWIFT, ее нельзя назвать. Почему? Потому что, по сути, он может стать партнером SWIFT, да? Вроде как мы добивались за то, что которые холдеры холдили в Ripple, что мы будем как альтернатива SWIFT, а в итоге Ripple может стать вообще партнером SWIFT. Вы понимаете, что у Ripple в итоге выходят такие какие-то спекулятивные новости, которые просто подталкивают цену монеты, и не более того. То Ripple рассматривается как альтернатива SWIFT, то он уже будет с ним сотрудничать. И в этом году компания Ripple впервые принимает участие в ежегодной конференции Сиберс, которая организует систему межбанковских переводов SWIFT. На фоне этого анонса в сети появились слухи о том, что две организации могут объединить усилия для продвижения блокчейн-технологий в финансовой сфере. То есть это вообще нонсенс. И если мы будем так смотреть, то криптовалюта, которая это заменит, это Phoenix. Соответственно, она поможет тем странам, которые вот непосредственно будут так или иначе отключены от SWIFT. Это рано или поздно произойдет. Это произойдет в отношении Ирана, возможно, в отношении России. Как бы это ни хотелось. Но если мы будем рассматривать политическую часть, то между Россией и США, конечно, явно не самые теплые отношения. Поэтому мы можем вполне это предполагать. И, соответственно, что предполагается, то, что есть Phoenix. Это криптовалюта, конечно же, которая быстрее намного, чем Ripple, чем тот же EOS, который имеет 3000 транзакций в секунду, и чем, например, Visa International. То есть, это глобальные транзакции и имеет Visa International 24 тысячи транзакций в секунду. А что у нас предлагает вообще Phoenix? 50 тысяч транзакций в секунду. То есть, это действительно система, которая будет направлена на страны, которые нуждаются в альтернативе. И альтернатива, конечно же, будет не Ripple. Почему? Потому что там, по сути, стоят за ней манипуляторы. Да, и, соответственно, когда хотят, тогда и накачивают эту монету, как это было здесь. Также нужно учитывать, что у Ripple ограниченная миссия. И что большинство монет принадлежит, ну, нескольким человеком. То есть, это тоже очень плохо. В отношении монеты, криптовалюты Phoenix, это сказать нельзя. Нужно также сказать, что, по сути, если вы будете рассматривать этот проект для инвестиций, вам необходимо все взвесить. И, соответственно, нужно также отметить, что ICO, возможно, не будет, так как все выкупили частные инвестора и инвестиционные фонды. Ну, и также нужно учитывать, что недавно прошла встреча Phoenix'а, и она была 1-4 октября. Из шишек там были Boyd и Разводовских. И они представители фондов и банковских структур. О первых двух, в принципе, все понятно. И, конечно же, итоги встречи, они засекречены. И известно только то, что проект практически полностью выкупили. Также, что нужно учитывать, что у Phoenix'а это огромные планы. Вот, например, в 2019 году мы видим, что в планах это децентрализованная биржа. И, соответственно, в итоге обход SWIFT и обход полностью таких криптовалют, как Ripple. Потому что Ripple все-таки считается спекулятивным инструментом, нежели криптовалюта, которая как-то может помочь людям в том, чтобы непосредственно делать какие-то быстрые транзакции и так далее. Потому что Ripple, по сути, он также волатилен. И, соответственно, пока я говорил, Ripple поднялся на 6,5%. И вот как таким образом, хоть и быстрыми транзакциями, можно отправлять Ripple? Действительно непонятно. И, соответственно, что хочу сказать, то, что 50 тысяч транзакций и непосредственно выкуп уже инвесторов этой монеты, нужно сказать, что это уже очень серьезно. И что вот эти транзакции, которые имеет эта система, она, конечно, уделывает даже Visa International. И, соответственно, Phoenix это, я скажу так, что криптовалюта будущего. Все ссылки, кстати, будут в описании. Ну, а с вами был Криптофатеев. Всем удачи и всем пока!